Нельзя преуменьшать значение факта встречи на уровне Армении, США и ЕС. Трехсторонняя встреча — это серьезный геополитический шаг, который сделали Ереван, Вашингтон и Брюссель. Это шаг, носящий враждебный характер и для России, и для Азербайджана, и для Ирана. Об этом заявил российский политолог, советник руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Сергей Воронин в встрече 5 апреля в Брюсселе показала очевидный факт, новый сформировавшийся треугольник США ЕС Армения, совершенно неравносторонний. Крупнейшая экономика мира, США, вторая экономика мира, Европа внезапно проявили интерес к самой маленькой постсоветской республике, к Армении. Откуда такой интерес? Мы прекрасно понимаем, что у наших западных партнеров не бывает гуманитарных интересов. Поэтому не стоит преуменьшать и говорить о скромности результатов, которые были достигнуты на встрече в бельгийской столице. Ведь была ее закрытая часть, на которой по предварительным данным обсуждалось оказание военной помощи Армении. Очень сомневаюсь, что VIP-персоны из США и ЕС прибыли на встречу с Пашиняном исключительно для того, чтобы просто похлопать его по плечу и помочь экономически. Уверен, что встреча 5 апреля привела к договоренностям, связанным с вектором политики безопасности Армении. Недавно Ереван направил Москве официальное уведомление, что больше не нуждается в российских пограничниках. До этого Армения отказалась от размещения миссии ОДКБ на армяно-азербайджанской границе и при этом согласилась на миссию ЕС. Члены миссии недавно официально получили в Армении особый статус неприкосновенности, по сути равный дипломатическому. Миссия постепенно стала превращаться из гражданской наблюдательной миссии ЕС в миссию НАТО, поскольку в нее вошла Канада. А также стала появляться информация и о присоединении к ней представителей США, отметил политолог. По словам Воронина, все эти шаги нацелены на то, чтобы выдавливать российскую военную базу из Армении, присутствие российской военной базы в Армении важной для Ирана. Тегеран также жестко донес свою позицию до армянского премьера. Для Ирана уход российской базы из Армении и смена ее на натовскую подобно смерти. Возможность нанесения удара, который Соединенные Штаты давно планировали, увеличивается кратно. Иран был и остается мишенью. Как это не печально для Москвы и для Баку, для Тегерана, в ближайшее время мы столкнемся с очень серьезными, еще большими, чем прежде вызовами на Южном Кавказе и Близнево.